друзья всем привет с вами я дима и канал владелец аквариума и я посадил аквариум лук чего только не не сделаешь на карантине ну что он не очень прорастает хотя он там видите корневая есть не стал так кардинально насадить лук прям внутрь аквариума где девася кстати не знаю что там у него опыт получился или нет давненько ничего не публиковал потому как ничего не изменяется в аквариуме особо не изменяется рынке не работает ничего не работает новенького ничего не купишь на вот но решил просто сделать очередное видео о состоянии 200 литров аквариума о том что я планирую возможность сделать а может быть и нет в общем давайте пройдемся по порядку для начала конечно попрошу вас никогда не просил но сейчас попрошу про лайкайте пожалуйста видео очень мотивирует я вот предыдущему видео убедился что от лайки просмотры очень хорошо продвигают видео кому не лень пожалуйста ставьте лайк потому что вижу очень много людей которые без подписки смотрят мой канал вот итак давайте ближе к делу значит по жителям жители чувствуют себя отлично скалярии вот все четыре штуки чувствуется хорошо наверно скоро потеплеет может были не даже будет нереститься может тут какая-то пара есть я не знаю смотрите цитрус вылез думать сейчас кормить буду но нет брат не буду так из того что я тут сделал значит на прошлой неделе общался в вайбере земляком запорожье и он сказал что будет наводить порядок своем аквариуме и я тоже решил вот тут эту поляну с буцефаландрой колокуян немножко почистить почистил от мхов от нечатки да там была нечатка даже добавил вот раз два три четыре новых камушка это я отростки по срезал в общем размножаю и также вот тут у меня редкие сорта бутсы фаландр тут где-то кописусу где-то black hate где-то hate вот эта большая даже не знаю нужно посмотреть там номера есть нужно доставать и вот она красивая знаю как передать прям этот цвет сверху может не знаю вот под фитолампой примут она переливается вот она так видно все себя ведет хорошо папоротнички он видите разрастаются крипто карина невеля тоже от кустяра такое попер в обе куся кстати она вот ну и также эхинодорус горизонтальный он вообще отлично растет был момент где-то с неделю там просто сидел на месте тут бам-бам папа выпускала не знаю еще три стрелки стрелки уже начинают выпускать пытаться его детки вот вот этого эхинодоруса если обратите внимание тут у основания стебля вот-вот будет будет стрелка значит что хочу сделать с этим эхинодорусом планируем пособирать все эти детки возьму наверно какую-то емкость наполню ее землей и сверху то ли песком вот таким у меня еще остатки есть то ли лавой крупной присыплю и посажу все детки вот в эту емкость емкость задвинут вот сюда то есть она будет как горшок и пусть они там горшке дальше развиваться потому как тут он видите но они корни пускают но тут грунта практически нет тут не то что сантиметр пол сантиметра наверно грунта по монте-карло вот у меня все камушки на которых были монте-карло они были здесь видите пустое место ехать сюда аккуратно вырезал и перенес на средину пусть врастает здесь кстати вы видите вот уже пошли ростки врастать в грунт вот видно хорошо пусть развивается нормально себя чувствую без всякой подкормки без ничего хотя вот перед карантином еще хотел пойти на рынок купить таблеток питательных но не успел ну ничего их можно будет по интернету заказать я думаю это такое вот ну а ну без отлично как видите да были листики подпорчены я вот буквально вчера их по обрезал сану бисом на аналистика 34 срезал из хинодороса горизонтального дырявые листки я посрезал тоже 34 листа я срезал что мне не нравится мне они раздражают как эти все дырявые листики а так все красиво гармонично вот как-то так вот и все собственно новости по этому аквариум все остальные жители аманды все чувствуют нормально численность их немножко уменьшилась но незначительно ну вот самые тоже отлично сейчас не время кормежки я постоянно забываю сделать видео время кормежки когда они все выплывают творится вообще все бурлит только стоит пальцем поманить и уже начинают скалярии нервничать анцитрусы тут три штуки они живут прячутся корики все в порядке все кто за них переживают они там есть все есть они прячутся там где-то в глубине вот как анцитрус других жителей таких акантов тальмус но месяца полтора назад я видел одного живого и все не знаю может быть они там есть может быть нет ну мне кажется что нет уже там давным-давно по параметрам воды воду делаю также подмены еженедельно приблизительно 50 литров у меня тут отметка у я уже показывал до этой отметки спускают 50 там плюс минус литров и подме подмену делаю прям с крана и во время подмены я добавляю удобрения микро макро железо калий альгицид и фитогором еще брызгают через неделю co2 подается в этот раз баллон просто мужикам которые заправляли на заправке просто испек заправили отлично давление не упало ну и плюс и также я посодействовал этому я купил друг друг не дроне дроп чекер прошу прощения счетчик пузырьков с хлопаном он не травит ну и шлангу поменял на нормальную такую вот как она считается для co2 жесткая шланга хотя многие говорят что пофиг можно шлангу использовать пвх ну я все-таки взял и купил не так-то уж и дорого вот вот в общем то на этом все а ну давайте еще скажут рясочка мне тут появилась это я принес аквариумов на стеллажах скалярии и уничтожают было больше но так из новинок ничего как пересажу эхинодорус если это будет я сразу же сделаю вам видео вы обязательно обязательно полайкайте видосик обязательно оставляйте комментарии спрашивайте что вас интересует я стараюсь ни одного комментария не пропустить всегда уделить своим подписчикам внимание мне это интересно вижу что вам интересно поэтому поддерживайте вот ребята собственно на сегодня все по 2 сотки всем всего хорошего желаю не болеть будьте сознательными и до скорых встреч в эфире всем пока и и Продолжение следует...